Татьяна молодой автомобилист оставила машину в неположенном месте и получила протокол со штрафом. Оплатить в срок не успела. Девушку отправили в командировку. Сразу же по приезду она оплатила штраф. Каково было удивление автомобилистке, когда ей пришло сообщение, что счет ее зарплатной карты заблокирован. Позвонила в банк, мне сообщили о том, что мои счета арестовали, судебные приставы из-за неуплаты штрафа в ГИБДД. Мне из-за этого нужно было обратиться сначала в банк, получить заново все квитанции, справки. Затем обратиться опять к судебным приставам. В общем, половина рабочего дня у меня просто потеряна. Но если бы Татьяна не сделала этого, банк через пару дней просто списал бы арестованную сумму. И на возврат пришлось бы потратить уже гораздо больше времени и сил. И этот случай не единичный. Из-за неотлаженной системы оповещения между кредитными организациями и государственными органами возникают спорные ситуации. Сейчас обязанности на гражданине не лежит, а передача информации об оплате штрафа – это обязанность возложена на банки, либо кредитные организации, отчисляющие прием платежей по административным штрафам. Но, как показывает практика, не всегда данные платежи доходят до ГИБДД. Закон вступил в силу с 1 января 2013 года. Однако, взяли за труд оповещать госавтоинспекцию далеко не все банки. Поэтому большинство водителей, добросовестно оплативших штраф, еще долго числятся в должниках. Банкам необходимо в рамках реализации этого положения законодательства 210 ФЗ разработать такую систему взаимодействия с этой структурой государственного информирования, которая бы предполагала, как указано в законе, немедленно сообщать о проведенных платежах. Ответственность за подключение или не подключение к этой услуге банками центральный банк не предусмотрел. Кодекс об административных правонарушениях тоже не содержит. На форумах автомобилисты и вовсе призывают не оплачивать штрафы. Объясняют просто – он имеет срок давности и через пару лет попросту сгорит. Мы решили спросить у автомобилистов на улице, соблюдают ли они закон. Потом все равно платить придется, через суд и так далее. Лучше заплатить сразу. Нарушая закон, мы исправляем свои ошибки очень быстро. Ну, платить надо, нарушить, платить. Какие вопросы? Не хочешь платить – не нарушай. Нет, пока приставы не пришлет. А почему так? Ну, вот как-то так. Почему сразу не оплатить? Ну, нет возможности. Всякое в жизни бывает. Просто люди не всегда знают о твоих штрафах. Вот. А, кстати, письма не всегда приходят. Не стоит оставлять на потом решение вопроса. Неоплаченный штраф ГИБДД передаст судебным приставам, которые действуют в рамках закона, но достаточно жестко. Возбуждается само испытанное производство. Затем предпринимаются меры к уведомлению гражданина, а также к розыску его денег, имущества. То есть, с него данный штраф может быть заискан принудительно. Затем, может быть обращено взыскание на его заработную плату. Затем, если человек злостно уклоняется от уплаты под различным предлогом, данный вопрос может быть поставлен перед судом в плане запрета выезда ему за границу. Злостно уклоняющихся могут даже арестовать. Кстати, поговорка «Скупой платит дважды» здесь очень даже актуальна. Неоплаченный штраф будет постоянно расти. И в случае, если он уклонится от уплаты, будет вынесен мною еще один административный штраф. И таким образом сумма может увеличиться многократно. Последствия уклонения от уплаты может ожидать вас и на дороге. Сотрудник автоинспекции, остановив вас для проверки, обязательно проверит по базе данных ГИБДД наличие за вами неоплаченных долгов. В случае, если таковое имеется, выпишет еще один, уже двукратный, по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Наступает эта статья после того, как прошел срок добровольной уплаты административного штрафа, предусмотренный статьей 32.2, что после вступления постановления в законную силу, человек, гражданин, в отношении которого наложен административный штраф, обязан уплатить в течение 60 дней административный штраф. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, оплачивать штраф лучше всего в банке. Терминалы, которые стоят на каждом углу, порой выдают чек неправильного образца, который не имеет никакой юридической силы. Каждое постановление, составленное по факту административного правонарушения, имеет серию, номер, дату. В чеке, который выдается банкоматом, должны быть несены вот эти данные. В случае, если данных нет, то судебный пристав не имеет возможности определить, за что конкретно был произведен платеж, и не может принять этот документ в качестве подтверждающего факта платежа. Таким образом, должнику, правонарушителю, скажем так, придется дважды оплачивать одну и ту же сумму. По мнению юристов, выход есть. Чтобы ваш платеж не пропал в системе, нужно всего лишь идентифицировать его. Если платеж туда и будет проведен, он не будет отображаться в системе, как за этим налогоплательщиком, потому что нет реквизитов в связи с этим. Поэтому на сегодняшний день нужно перестроиться нашим гражданам и плательщикам в этой связи. И обязательно о платежных документах, тем более они это сейчас предусматривают, указывать свой хотя бы идентификационный номер налогоплательщика. Если вы не знаете о наличии у вас штрафов, сетовать на государственные органы не стоит. Сегодня узнать об этом достаточно просто. Например, зайти на сайт Госуслуги и проверить. Кроме того, для удобства сейчас есть масса СМС-центров, которые ответят на ваш запрос. В завершении суммируем все вышесказанное. С нас с вами вроде сняли обязанность информировать ГИБДД об уплате штрафа, переложив ее на кредитные организации. Но контроль за этим процессом не возложен ни на кого. Поэтому можно предположить, что информировать кого бы то ни было, о чем бы то ни было, эти самые кредитные организации не станут. И как следствие, ГИБДД по-прежнему будет узнавать об оплате, мягко говоря, с опозданием. Какую бы идентификационную информацию вы не внесли в бланк оплаты, чтобы найти ваш платеж, нужно как минимум его поискать. Поэтому гарантия того, что информация об уплате вами штрафа дойдет до адресата, по-прежнему одна, если вы лично доведете эту информацию до заинтересованных лиц, то есть до ГИБДД.